1 июня, в день отдания Пасхи, в храме Рождества Христова состоялась праздничная Божественная Литургия и Крестный Ход, в котором приняли участие прихожане и воспитанники летнего спортивно-здоровительного лагеря. В этот день мы особенно вспоминаем пасхальную радость о воскресшем Христе, и в последний раз, после 40-дневного празднования Светлого Христового Воскресения, приветствуем друг друга словами пасхальной радости. Христос воскресе! Божественное воскресе! По завершению богослужения на территории храма Рождества Христова состоялись мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, отмечаемому в первый день лета. День защиты детей от безнравственности, от распущенности, от всех этих садомитов, которые сейчас развращают наших детей, чтобы вы выросли и были достойными защитниками нашего дорогого Отечества. Молодежная община Рождественского храма организовала детские конкурсы. В мероприятии приняли участие воспитанники детского дома «Рождественский» и участники летнего лагеря. Ребята, разбившись на команды, выполняли задания. «По итогам состязаний команда «Победитель» получила приз». Прихожане и гости храма могли ознакомиться с литературой библиотеки по воспитанию детей в православной вере, о традиционных семейных ценностях, о интернет-зависимости детей и о том, как защитить от этого ребенка. В наше время очень важно сохранить и передать детям семейные ценности. И все, что на данный момент предлагается Западам, чтобы они понимали и оценивали действительно важность русских семейных традиций. И все, что опять же предается Западам, мы должны не принимать, а принимать именно русский традиционный быт, как оно действительно было испокон веков. Сохранить это и передать своим детям наша задача, особенно мужчин, сохранить традиции в нашей семье и передать их детям. На храмовой территории у памятника ангела нерожденных младенцев представители школы «Мам» провели акцию, посвященную сохранению жизни младенцев до рождения, что особенно важно в современном обществе, причиной проблем которого является разрушение института семьи. Когда ребеночек только-только зародился у родителей, он еще очень-очень маленький, он как песчиночка, но это уже жизнь, это уже свершилось чудо. Любите своих деток, берегите своих деток, побольше уделяйте им времени, объясняйте им, что такое добро, селите в их сердца любовь и окружайтесь своей заботой. Не только в этот день, а каждый день нашей жизни. Священное Писание называет детей даром и благословением Бога. То, что День защиты детей стал необходим, говорит нам о многих опасностях, по вине которых дети действительно нуждаются в нашей защите. Дети – это богатство, которое надо беречь от зла этого мира. А в условиях современных вызовов вопрос благополучия детей стоит особенно остро. О чем нужно вспомнить в праздник защиты детей? Во-первых, о том, от кого мы их защищаем. Мы должны помнить, что сегодня, прежде всего, надо защищать детей еще на стадии их нахождения в утробе матери. Потому что многие дети просто не рождаются на свет по причине прерывания беременности. Вот куда нужно уделить нашу заботу и наше внимание. Второе. Нужно обезопасить наших детей от всех внешних влияний, чтобы наши дети, как сейчас принято говорить, жили в комфортной среде. А какая для ребенка самая комфортная среда? Детский дом или, может быть, какой-то приют? Это семья. Более комфортной среды для ребенка нет. Поэтому давайте защищать в этот праздник прежде всего эту среду. Семью от чего? От излишнего вмешательства государства через ювенальные технологии и попечения о благополучии семьи, которая иногда является, наоборот, препятствием для ее комфорта. В плане духовного и нравственного развития. И последнее. Мы должны создать для наших детей всевозможные условия, чтобы оградить их от сект и всевозможных тоталитарных учений. Почему? Потому что ребенок, который не воспитан духовно, он не защищен. И вот если мы хотим защитить ребенка, то мы должны привить к нашим детям нашу традиционную культуру, традиционную веру и традиционную семью. Вот тогда и у наших детей будет праздник.